Песни, которые пробирают до мурашек и переносят на десятки лет назад под окнами героев, которые мужественно сражались в Великую Отечественную, исполнили мелодии их молодости. Иван Никитич Кривошеев каждый год с восторгом наблюдает со своего балкона концертную программу. Песни понравились, песни хорошие, тем более они напоминают военные годы, когда я молодым был, когда сражался. Я участник боев под Сталинградом. Там, в Сталинграде, Иван Никитич был ранен, но уже вскоре после лечения вернулся на фронт. Победу встретил в Праге. Поздравил ветерана и депутат Совета депутатов городского округа Химки Валентин Герасимов. Спасибо вам, что вы подарили нам жизнь. Многие поколения благодарны именно вам. Низкий вам поклон, добра, счастья, здоровья. О военном времени рассказывает немного, признается дочь Людмила Ивановна. В свои 103 года ветеран полон сил и оптимизма. 9 мая Иван Никитич всегда встречает в кругу семьи за праздничным столом. Я всегда сюда приезжаю к папе. Он у нас не только папа, он у нас дедушка и прадедушка. У него две внучки и дети назвали их говорящими именами. Старшая у нас Катюша, а младшая у нас Виктория. Мелодии военных лет и не только. На импровизированной сцене во дворах многоэтажек в Химках исполняют песни для ветеранов не в первый раз. Акция «Поющие дворы» – это ежегодная, добрая традиция. Во время пандемии зародилось очень много хороших традиций, в которых с удовольствием участвуют жители, дети. И вот «Поющие дворы» – это одна из таких прекраснейших традиций. Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. А это уже дом труженицы тыла Галины Рогожкина. Под ее окнами также организовали концертную программу. Песни военных лет Галина Владимировна подпевала даже с балкона. Она к ней традиционно приезжает. И в том году была у нее сегодня акция. И в этом году. И она совершенно пить с удовольствием всегда смотрит и наблюдает за нами, машет нам. Главное, что они помнят, что к ним приходят. И им прекрасно в душе и тепло. В этот раз для ветеранов и тружеников тыла выступил коллектив Химкинского драматического театра «Наш дом». Артисты признаются готовиться к акции «Поющие дворы» почти за год до выступления. Ведь исполнять песни перед людьми, которые подарили мир – огромная честь и ответственность. Ветеранов, к сожалению, становится все меньше и меньше. Я люблю исполнять все-таки какие-то довольно смешные песни, веселые песни, которые поднимают настроение. Акция «Поющие дворы» – это возможность еще раз поблагодарить ветеранов за их героический поступок. Для этих людей важно, что о них не забывают и помнят. А песни, которые исполняют артисты, поднимают им настроение и остаются в сердцах героев Великой Отечественной войны надолго. Анастасия Кравцовская, Дмитрий Бочаров. Новости Химки-ТВ.